Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментатор мое отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне, Сытниках и Гранденика Влог. Обратила внимание, что стоит только Самвелу приехать на игрень и всегда устраивает какие-то провокации. Ему вот, вы знаете, такое ощущение, что его нутро, его вот это, да, внутренний стержень прям так и хочет. Сор, склок, каких-то конфликтов. Не может без этого. Вот необходимо жизненно ему барахтаться в этой грязи. Наверное, все-таки вот так на него сработал опыт общения, постоянное взаимодействие с мамой. Когда мама под боком, и вот он уже насквозь пропитан, да, вот этой грязью. Такое ощущение, что у него уже, знаете, как у наркомана начинается ломка, если он не получает вот эту дозу какого-то адреналина, каких-то вот этих склок, конфликтов. Но не может спокойно. Ему так и необходимо Сытников вывести на эмоции. С учетом того, что Сытники, да, сами по себе очень инертны, спокойны, вот такие, знаете, ну какие-то недалекие, в принципе, абсолютно безэмоциональные люди. Ему вот необходимо добавить какого-то жара, чтобы и они начали где-то потрешивать, чтобы он вот, знаете, свое самолюбие какое-то, вот какое-то больное нутро изнутри прям удовлетворил этим, насытил. И хочется сказать, Сэмвел, не туда ты приезжаешь за порцией грязи прямиком к маме. Она на это спроможно способна 24 часа в сутки. Мне кажется, когда только к ТВ не приедь, вот щелкнем пальцем, да, и она тут же готова рвать и метать всех на своем пути. Вот это ее нутро, которым она, кстати, наградила сына. Ему это, наверное, с молоком матери передалось. И не может он жить спокойно, скучно ему на игре. На игре это видно, вот как-то пресно и неинтересно, но такое ощущение, что приезжает туда он именно поесть и какую-то все-таки почувствовать семейную атмосферу, то, что, наверное, он не видел и не чувствовал в этой жизни никогда. И только на игре он может увидеть, да, вот взаимодействие людей, там, сына, маму, папу, бабушку, да, вот как люди взаимодействуют и живут в одном доме. И где-то ему, конечно, это нравится, но все равно не хватает остроты ощущений. Наверное, все-таки сказывается детство, проведенное бок о бок именно с мамой. Ну и далее, ребята, конечно же, я посмотрела ролик у Гранденика, где он маме презентовал вот эту свою белую пижаму. Я не знаю, в моем понимании, это ползунки и вот распашонка, как для ребенка. И, вы знаете, опять-таки, смотрю на Колю, ну какой-то странный, загадочный типок. То есть, да, мама ему объясняет, что все хорошо, там, спасибо за костюм. То есть, ну он вогкий, да, влажный, я пойду его повешу, чтобы он просох. На что Коля рекомендовал настойчиво ей пойти и его примерить. И вот тоже удивительный момент, как сытники привыкли перед всеми прогибаться. То есть, буквально в этом же ролике Света повышала голос на Ольгу Леонтьевну, да, что, мол, встаньте, вы что, сами встать не можете. А перед Колей, вы знаете, у них какой-то вот нездоровый прогиб. И я не могу все время понять, из-за чего. Или такая зависимость, или они боятся ему слова поперек сказать. Но вот раз сказала, что он мокрый, не хочу одевать, Коля стоит, да, на своем, настаивает, иди по мере. Мама молча, безропотно берет этот влажный костюм и идет на себя, натягивает. И сам Коля, вы знаете, он в этом прям вот как-то деспотично настойчив, что если я сейчас хочу, да, чтобы ты его пошла одела, значит, ты молча должна пойти и его одеть. Такие, кстати, взаимодействия, такие именно взаимоотношения между родителями и детьми я тоже, кстати, не видела. И тоже какие-то не совсем здоровые. Потому что, ну, привез подарок, да, но тебе объяснили, что он мокрый. Ну, как на себя напялить, да, вот сейчас в прохладу, мокрые шмотки и ходить в них дефилировать, непонятно. Но Коля сказал, и Света, как всегда, подчинилась, молча, безропотно пошла, конечно же, мерить. Далее Света пришла, и вот тоже у Пупса какой-то такой вот нездоровый пунктик. Стоять на ней прям каждую складочку, расправлять этой кофты, напялить маме на голову капюшон. И вот, знаете, все сидят и ждут вердикт Коли. Если Коля одобрит, значит, можно наконец-то пойти и снять мокрые тряпки с себя. Ну, и далее, конечно же, ребята, начался очередной показ Зара. Куда же Пупс без нее и новой тряпочки? Вика и Никита переехали в Киев. Кстати, это те, кто думали, не могли понять, где они пропали. И сейчас живут там. Но они все равно приезжают наездами в Днепр и приперли Пупсу новые Уги и новую куртку Зара. С каким вообще трепетом, каким-то вожделением Коля все быстренько начал на себя напяливать. Тоже, ребята, вы знаете, такое ощущение, что молодой мужик, а все интересы сводятся исключительно к этим тряпочкам. И как он это демонстрирует. Это же Зара. Это же очередные капсулы от Зара. И вот этот, знаете, какой-то такой пафос, какое-то такое хвастовство. У меня все вещи от Зары. Вы знаете, как будто это какой-то такой, не знаю, жизненный показатель какого-то успеха, каких-то достижений. Мне хочется все время сказать, Коля, Зара это обычная штамповка. Я не знаю, ты не стоишь в Версаче, ты не стоишь в Дольче Габбана. Я не знаю, ты стоишь в обычных шмотках, в которых абсолютно нет никакой прям супер серьезной ценности. Но Коля это преподносит, конечно же, все совершенно по-другому. У него вообще какое-то нездоровое хвастовство, которое, кстати, обычно мужчинам абсолютно не присуще. Ну ладно, еще женщина, да, там в присутствии подруг может где-то хвастануть. Но, как правило, я лично за мужчинами хвастовства такого не наблюдала. А у Коли оно прям, понимаете, вот прет из него и постоянно Зара-Зара, капсула-капсула, но одно и то же. Ну и потом, конечно же, Коля сказал, что под новую курточку нужны новые сапожки. Тут он достал Уге. И с каким, ребята, превосходством он рассказывал, какая же это качественная обувь. Это же не подделка, это же именно настоящие Уге. Ну и, конечно, вишенка на торте. Мы обязательно должны были узнать, что Коленька на весь этот лук, новую капсулку потратил целых 400 долларов. Мы бы не пережили, если бы не узнали цен. Ну и вообще весь ролик был посвящен вот именно вот этим самолюбованием, этими примерками и рассматривании, конечно же, себя, своего отражения в зеркале. Ему очень важно было, вот он прям стоял и ждал, чтобы все его похвалили. Рассказали, какой он красивый, как ему все идет. Ну вот знаете, всегда говорят, что женщина любит ушами, но даже женщина не вытерпит такое количество лести. Но Коле, вы знаете, такое ощущение, что лесть это слаще сиропа. То есть все комментарии, где его похвалили, как он ему здорово, как он классно выглядит, он все отлайкал обязательно. То есть представьте, Коле сообщит, что он красавчик и здорово выглядит. И опять-таки, вы знаете, вот эти постоянные Зара-Зара, вот пожалуйста, образ на зиму мой создан, новая капсулка. Думаю, для кого он это рассказывает, кто его аудитория, что люди могут вынести вот эту смысловую нагрузку, 12 минут слушать про Зару, туфельки, ботиночки и прочее. Вообще у меня все чаще появляется такое ощущение, что Коле шапка нужна, то есть мне внутри ничего нет, да, вот башке, башка вернее нужна. Исключительно для ношения головного убора, шапки какой-нибудь, потому что башка, ну вот пустая, там мне кажется постучи, там эхо отзовется, потому что ничего там нет. Вот все, весь его мозг, его существо, весь он заточен исключительно под шмотки. И вы знаете, все-таки мне казалось, что чем взрослее мужчина, тем взрослее у него какие-то игрушки. А здесь даже игрушек мужских нет. Я не знаю, вот Колю, мне кажется, нереально увидеть среди настоящих мужиков, среди какого-то реально настоящего мужского занятия. Все сводится к магазинам, к тряпкам, покатушкам, ну и конечно вот этом самолюбовании, открывании ротиков, потирании губочек, губки дудочкой, ну все в лучшем жанре самого Коли. Больше этот мальчик грандиозный, просто не способен. И вот казалось бы, такой здоровый Боров, такой бугай, а интеллекта, я не знаю, в башке, ну там, наверное, как у канарейки, очень мало, очень серого существа. И все время хочется сказать, Коль, ты лучше возьми, вот прочти какую-нибудь книгу, да, интересную, поделись со зрителями какой-то информацией, что прочитал, что понял с этой книги. А все время слушать за одни капсулки салонной красоты. Ребят, ну я не знаю, кто фанат этого. Такое ощущение, что Коля претендует, да, на какого-то, ну есть бьюти-богиня, а Коля, наверное, будет бьюти-богинем. Ну и далее, конечно же, началось, да, вот это смешно очень было наблюдать, количество холодца, которые Самвелл привез на игрень. То есть маме он, походу, оставил с гульки нос, чтобы они там с Зиной не объелись. Ну а все лучшее, конечно же, на игрень. Наверное, все-таки Самвелл решил внести свою лепту в семью. Где ем, где сплю, там и должен участвовать. Ну и, конечно же, очень точно так же ждал лести и похвалы. Вы знаете, тоже какое-то больное самолюбие. Очень важно Самвеллу, чтобы все оценили холодец и сказали, у кого лучше. Такого, кстати, я вот давно не встречала обычно, когда люди дружат, да, общаются как-то. Но нет такого как-то, даже не принято, да, вот скажите, у кого лучше, у меня или у нее. И только Самвеллу очень важно, чтобы потешили его самолюбие, оценили, что он такой подвиг совершил, сварил целый холодец. И, опять-таки, да, если все время ты критикуешь и рассказываешь, что у тебя лучше, чем у сытников, у Светы, смысл, что ты туда постоянно пердолишь. Сядь дома, наготовь себе еды, да, и сиди, наслаждайся тем, что ты утверждаешь вкусней где угодно, да, где на игрене, например. Но нет у себя готовить, это, опять-таки, за собой весь срач, который развел, необходимо убрать. А здесь приехал, тебя встретили, стол накрыли, подали, убрали, накормили, спать положили. Поэтому все равно, конечно, на игрень он шастать будет. Ну, и, опять-таки, вот этот момент, да, вот ждет признание, чтобы все оценили, какой красивый, какой яркий, какой красочный, для чего ему это надо, до сих пор понять не могу. Но, видимо, вот доказать всем, доказать себе, что он готовит лучше всех. И возникает вопрос, а так ли это? Вот я, например, смотрю на те шедевры, которые он периодически выдает, и у меня возникают вопросы, а реально вообще он умеет вкусно готовить? Или больше все-таки пафоса, да, вот раздутого самомнения и самолюбования, какой я там типа мастер-шеф? Ну, и, опять-таки, да, в комментариях, вернее, в роликах сидит и просто провоцирует, чтобы, да, люди писали комментарии. То есть пытается продвинуть Колин, конечно же, канал. И типа, сейчас меня обосрут, сейчас меня засрут. Ну, вот к чему это, для чего? Конечно, я так думаю, видит, что просмотры у Коли падают, и вот таким поведением пытается хоть как-то оживить Колин скучный контент. Ну, вот такое, ребята, у меня сегодня впечатление о канале Грандника, Сытниках и Самуэле Адамяне. Продолжение, конечно же, следует, а пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!